Пятый международный фестиваль джазовой музыки «Фанфары Днестра» пройдет сегодня в Большом зале Дворца Республики в Тирасполе. В нем примут участие музыканты из разных уголков Приднестровья, а также гости из Одесской Национальной Академии имени Неждановой и Республики Молдовы. У нас в студии сегодня организатор фестиваля духовой и джазовой музыки имени Батуева Дмитрий Шеремет. Доброе утро! Или, как я тебя называю, Дмитрий Павлович Шеремет. Доброе утро! Первый вопрос. В перечне участников очень много исполнителей и коллективов, но тем не менее организаторами фестиваля явились именно вы уже пятый год. Коллектив «Либерти» уже не квинтет. Кстати, многие по этому поводу путаются. Почему именно так случилось, что вы организаторы? Как так случилось? Дело в том, что имя, которое носит фестиваль, это имя человека, который был нашим педагогом, непосредственно моим педагогом по многим специализирующим предметам. И человек, который в течение многих лет развивал духовое джазовое искусство в Приднестровье, в Террасполе, был педагогом, выпустил большое количество студентов, который, кстати, Александр Князев это его последний студент. Поэтому, когда возникла идея о проведении такого рода фестиваля, такого рода международного музыкального форума, то, конечно, это имя было первым, которому хотелось бы присвоить фестивалю. И это было связано. Хотелось помнить и таким образом вспоминать о нашем педагоге и проводить международный фестиваль подобной направленности. Ну вот, пятый год уже проходит фестиваль фан-фары Днестра. В этом году что, может быть, нового могут видеть зрители? К счастью, у нас есть возможность каждый год что-то менять. И это действительно так происходит. У нас бывает и два, и три концерта было. Мы проводили мастер-классы и творческие встречи с гостями. У нас были отдельно детские концерты, отдельно взрослых коллективов концерты. В этом году будет один концерт по разным причинам, но он будет насыщенный, будет интересный, будут принимать учащиеся разных учебных заведений разного уровня. Начального образования, среднего, высшего, гости из Кишинева, из Одессы, приднестровские коллективы. То есть это будет разнообразная программа, когда солисты, когда коллективы будут сменять друг друга через один, два, три номера. И это будет действительно таким концертным марафоном, который не заставит зрителя скучать. А нужно сказать, что традиционно дети, учащиеся в учебных заведениях, солисты, играют в сопровождении государственного коллектива «Либерти». Вспоминая первый фестиваль, организованный вами, и вот фестиваль, который вы готовите сейчас, какие изменения претерпела, может, форма подача, что-то, может, изменилось, с чего начинали и к чему пришли? Ну, изначально фестиваль задумывался как форум для общения музыкантов, ну, в основном коллективов, в основном ансамблей разного рода, разного направления и духовых оркестров, джазовых коллективов, бэндов. Поэтому эта традиция сохраняется. А уж участники, вот этим мы можем варьировать, и те, кто изъявляет желание участвовать, мы всегда рады, и те, кого мы приглашаем для участия в фестивале. В принципе, формат сохраняется, меняются участники, и это правильно, и так должно быть, потому что одна из задач, в том числе музыкального этого форума, выявлять новые имена, давать возможность, давать площадку для проявления себя музыкантом, для позиционирования себя новым коллективом. И мы, например, очень рады тому, что благодаря этому фестивалю появляются новые коллективы, которые готовятся специально для выступления на этом фестивале. А сколько обычно длится подготовка к самому фестивалю? И как отбираются музыкальные произведения? То есть сами участники предлагают или организаторы предлагают? Нет, сами участники предлагают. Одинственное, что иногда мы, когда делаем сводный оркестр, например, в конце, у Юрия Батуева большой был вклад в своих аранжировок, творческих своих работ, авторских, композиторских работ. Иногда мы с сводным оркестром играем его произведения. В этом году этого нет. Но выбираются сами. И, например, специфика еще в фестивале того, что дети солисты, которые играют с коллективом «Либерти», приносят свои ноты. Иногда фонограммы, иногда еще какие-то варианты. И нужно успеть сделать аранжировки для нашего коллектива. Нужно отрепетировать. То есть иногда эта работа длится на протяжении нескольких месяцев. Ну и, собственно, перед тем, как уже приступить к окончательной части, нужно напомнить во сколько, когда, куда приходить. Фестиваль пройдет сегодня, 19 мая, в Большом зале Государственного культурного центра Дворец Республики. Начало в 18.00. Спасибо большое за интересную беседу. Я надеюсь, что зрители услышали, что зрители сегодня придут, посетят это мероприятие. И хотелось бы услышать ваше пожелание. Дорогие друзья, с весной вас. Любви, счастья, удачи. Преодолевайте все преграды, которые на вашем пути. Помните, что это всего лишь этапы при достижении ваших поставленных целей. Дмитрий Павлович, спасибо за уникальную беседу. Этим утром, сегодня вечером, вы встречаете уже гостей, музыкальных поклонников и ценителей. А сейчас мы хотим вручить подарок от нас и от наших партнеров, компании Ти-Анде. Примите, пожалуйста. Спасибо. Подготовлюсь к сегодняшнему мероприятию. Спасибо большое. Спасибо.